Сдать кровь и подарить жизнь. В Щелковском районе прошла благотворительная акция «Я донор». При поддержке администрации, общественной палаты и районного отделения российского Красного Креста на городской станции переливания крови с половиной девятого утра собрались те, кто не остался равнодушным к такому социально важному мероприятию. Это сотрудники администрации, общественники, жители и молодежь. Желающих оказалось немало. Человеку надо готовиться за 48 часов, не употреблять спиртные напитки и пиво. Также с вечера желательно после семи уже не ужинать. И на ужин постараться не есть жареное и жирное. С утра легкий завтрак. Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет. Сначала потенциальный донор проходит первичный осмотр у терапевта. Затем у него определяют группу крови, предлагают выпить чай с печеньем для подкрепления организма. И только после этого отправляют сдавать кровь. Жители сельского поселения Нискинская каждые три месяца массово участвуют в таких акциях. И этот раз не стал исключением. Решили организовать на все поселение. Третий раз у нас уже 26 человек сегодня приехало от сельского поселения Нискинская. Думаю, что это очень хороший результат. Первый раз в два лета мы просто предложили отдыхать в документах. Ощущения вообще нормальные, плохого самочистя, ничего нет. За одну процедуру у донора берут 450 миллилитров крови. Эта доза безвредна для организма. Софья знает это, поэтому все-таки решила перебороть свой страх и сдать кровь. И, как оказалось, боялась зря. На самом деле не страшно. Каждую надо попробовать. Это незабываемая шишина. Серьезно, не знаю. Я приду еще. В акции «Я донор» приняло участие 60 неравнодушных жителей района. А это 27 литров донорской крови. Сначала ее отправят на анализы, где обследуют на инфекционные заболевания и другие показатели. И только после этих процедур кровь поступит в больницу Щелковского района. Мария Масайли, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова